Привет, с Новым Годом, друзья! Это Гриня, и давайте поговорим, чем нас порадует сезон 2020 в новом Боком Ньюз. Поехали! Сегодня в выпуске новая машина Цареграцева, проблемы с календарем РДС-GP сезона 2020 и летний дрифт зимой в Омане по куче всяких ваших там FAA-IDC. В чемпионате мира по зимнему дрифту Winter Drift Battle 2019-2020 состоялось уже два этапа. Для тех, кто вдруг не в курсе, это происходит в Красноярске на Красном Кольце. В этом году сезон проходит совсем непривычно по нескольким причинам. Во-первых, теплая зима добралась даже до Сибири. В Украине первые этапы зимнего чемпионата уже перенесли, и не факт, что будут следующие. А московский дрифт GG прошел практически по асфальту. В Красноярске пока не плюсовая температура, но те жалкие минус 3-5 с количеством участников по 70-90 плюс машин шансов ледовому покрытию не оставляют. Соответственно, меньше тренировок и нестабильное покрытие, что многих участников удивляет. Дальше новое правило моношины, начиная с топ-16, купленной у организаторов. Квалификацию и топ-32 едь на любой удобной тебе покрышке. Но если ты пробрался сквозь толпу желающих пройти квалификацию и победил в одной единственной парной битве в топ-32, добро пожаловать на склад к организаторам, где тебе продают две новые покрышечки с необкатанным шипом, и все выезжают на одинаковых покрышках в топ-16. Как показала практика первого этапа Winter Drift Battle, не все сразу поняли, как работать с таким раскладом. Третье судейская коллегия, как и принципы судейства, кардинально изменились. В прошлые годы редкий этап был пропущен главным вдохновителем Winter Drift Battle и постоянным судьей Аркадием Цириграцевым. А в комплекте с его корешем Никитой Шиковым, они весь прошлый сезон зимним дрифтерам предлагали себя развлекать, и часто судейство сводилось к вау-фактору. Новый судейский состав этого сезона во главе с Константином Офшаровым кардинально сменил подход в сторону спортивной составляющей, что опять же некоторых участников сильно удивило. Ко мне поступило немало просьб сделать видео с разъяснением судейских решений первых двух этапов Winter Drift Battle, но, сори, ребята, делать я этого не буду, нет ни времени, ни желания. Я не судил зимний дрифт, и особенности кухни зимней судейки не настолько хорошо знаю. Короче, дело это неблагодарное. Короткие версии Winter Drift Battle вы сможете найти по ссылочкам в описании, ну а если душа требует разъяснения, там рядышком будет ссылка на канал Красного Кольца, где есть полные версии, и в которых судьи по возможности детализировали все свои судейские решения. Но вернемся к Аркадию Цареграцеву. Не сидится ему на месте. Разобравшись с летом и зимой на Красном Кольце в Сибири, он, как бы зная прикуп, эмигрировал в Сочи и спустя год замутил там свой зимний чемпионат летнего дрифта в Сочи Дрифт Челлендж. Два года подряд у Аркаши на Красном Кольце вылазят какие-то проблемы, как будто Ред Ринг ему мстит за измену с Сочи автодромом. Боюсь представить, что ему готовит Красноярск в сезоне 2020, после того, как он окончательно покинул сибирскую дрифт-тусовку. Говоря о популярности зимнего летнего дрифта, команды и пилоты, плотно нырнувшие в тему зимнего сибирского дрифта, явно не ожидали такого расклада и сосредоточили все свои усилия на ледовом побоище в Красноярске, а южный Сочи Дрифт Челлендж смогли посетить единицы. Сама гонка проходит на территории закрытого парка сочинского этапа RDSGP, и что мне особо понравилось. Цареграцев проводит всякие интересные эксперименты, как, допустим, гонка уже проходит не по дабл эллиминейшн, а там получается, что ли, трипл эллиминейшн какой-то, это когда пилоты делятся на группы, и внутри группы каждый пилот ездит с каждым пилотом. Так накатываются все. Кстати, Шиков со своей белугой тоже быстро оказался на Сочи-автодроме, отказавшись от идеи судейства в Красноярске. К сожалению, прямых эфиров сочинского зимнего дрифта пока нет, но на ютубе уже есть несколько блогов о первых двух этапах, в которых видно атмосферу мероприятия. У этого чемпионата из официальных источников только свой инстаграм-аккаунт, заходите, знакомьтесь. Как бы там ни было, я снимаю шляпу или кепку перед Аркадием Циреграцевым за те вещи, которые он делает для развития дрифтинга. Это очень и очень круто, но при этом наш Аркадий Петрович, похоже, совсем не однолюб. Он всех удивил переходом с 32-го Sky на 34-й в свое время, как и длительной ненавистью к Вайсфабу, и потом переходом на эту систему выворота. Что мы наблюдаем в этом межсезонье в автопарке Аркаши? Прощай, Р-34, привет, Z-34. Для несведущих в маркировках 34-й Sky Аркадий меняет на 370Z. Но и это еще не все. Многорычажка Sky получила от Аркаши свое ведро говнище и была заменена на подвеску от сливы в прошлом. Вот оно. У нас больше нет многорычажки. Но вуаля! 370Z 2020 выезжает на своем Вайсфабе, который, кстати, многорычажка. 370Z получит все тот же мотор ВР-38, но разбираться в том, насколько толково меняется мировоззрение царя, мы сможем только после первых этапов РДС-GP сезона 2020. Продвигаем наших друзей с дрифт-тусовки, и в этот раз я настоятельно рекомендую зайти и оценить первые самостоятельные попытки блогерства Мани. Она же Мария Найт, она же Маня Зззз. Манечка знакомит нас со своим автопарком. Борется с механиками и моторами, а также готовит на кухне. Ну, в таких себе откровенных нарядах. Все, как вы любите. Ссылка в описании. Я надеюсь, вы помните, что все свежие новости мира дрифта между выпусками Боком Ньюз вы можете найти в официальной группе программы ВК. А чтобы не пропускать трансляции и свежие видосы, обязательно подпишитесь на мой Телеграм. Ссылочки на все это вы, конечно же, найдете в описании. Рекомендация от Грини на летний сезон 2020. Постарайтесь не пропустить ни один этап гонок большой тройки. РДС-Джипи, Формула Дрифт-Юэсэй и Дрифт Мастерс Юропеен Чемпионшип. Только как вы собираетесь это сделать, я ума не приложу. Переходим к календарям. Первый свой календарь какими-то там подковерными методами выпустила Формула Дрифт еще на Сэма в начале ноября. Тут все ясно. Самая старая серия, контакты наработаны, треки все изучены. Но нет. Новый сезон подарит нам несколько новых локаций. Во-первых, прощай легендарный этап на Уолл, Нью-Джерси. По словам очевидцев, трек пришел в такое унылое состояние, что его оказалось проще развалять хренам, чем восстанавливать. Но север-восточного побережья США не останется без этапа Формулы Дрифт. И первым новичком в календаре 2020 становится Old Bridge Township Raceway Park в Инглиштауне, Нью-Джерси. Вторым новичком в календаре на смену этапу в Техасе приходит, точнее возвращается Санома Рейсуэй, Калифорния. И это третий этап в Калифорнии в календаре чемпионата. Организаторам явно нравится этот штат. А еще загугливание названия привело меня к этому старому видео, которое в 2010 году было сделано, и я как будто бы вернулся в тот момент, когда смотрел эту гонку в прямом эфире. Да, еще зеленый молодой Джеймс Ди на С-15 наказывается тогда действующим чемпионом Крисом Форсбергом на В-8 350Z Кабриджи. Эх, молодость! Остальные этапы пройдут на знакомых трассах таких как Лонгбич, Ирвиндейл, Роуд Атланта, Эвергрин, Спидуэй и другие. Из организаторских новостей этого чемпионата впервые за многие годы судейская коллегия Формулы Дрифт USA претерпит изменения. NDM устал от судейства и уступает свое место Робби Нишида, который успел посудить этапы РДС-Джипи в сезонах 2018 и 2019 годов, был постоянным судьей Формулы Дрифт Япония, а в американских этапах исполнял роль связующего звена между пилотами и судьями. Вторым календарем большой тройки на свет явился график гонок Дрифт Мастерс Европеен Чемпионшип 2020. Европа, старый свет, меньше изменений, но больше гемора для участия не ЕСовцам. Привет, Миллер! Французский этап был заменен на этап в Великобритании, так что Максу теперь нужно вместе с ирландской визой на финал получать отдельно английскую на всю команду. В календаре остаются хитрый Грейнбах, тесный Плотск, скоростная Рига, ночной Феррополис и обязательный Мандела Парк. Даты Формулы Дрифт и Дрифт Мастерс не пересекаются, а значит у Джеймса Дина есть очередной шанс покошмарить лучших пилотов с обоих сторон Атлантики. Не наскучило ли ему еще? Вернемся к этому вопросу чуть позже. Дождавшись календарей главных источников судейской коллегии, РДС-Джипи публикует свой календарь и я, честно говоря, не совсем понял, что вообще происходит. Из хороших новостей Дрифта станет больше. К шести локациям прошлого года добавилась седьмая, которая пока не называется, но скорее всего нас ждет этап в Санкт-Петербурге. Из плохих новостей накладки на этапы двух других чемпионатов большой тройки. Но зачем? Календарь же публиковался последним. Вот что нам сулят такие накладки. После финала в Сочи 2019 я слышал пожелания о постоянной судейской коллегии на сезон 2020 в составе Дэвида Каллаша из Дрифт Мастерс, Райана Лантейна из Формулы Дрифт и вашего покорного слуги. Но если мой гоночный календарь пока где-то может подстраиваться под РДС, то календарей Лантейна и Каллаша более жесткие. Но еще больше меня удивили сами накладки. Первая дата этапа Дрифт Мастерс Рига совпадает с этапом на ДМ Мячково домашней трассе команды Аймол, где, наверное, проще всего договориться о нужной дате этапа. А вторая накладка финала Сочи на финал Формулы Дрифт в Ирвиндейле. Тут точно посложнее, но сочинский автодром во второй половине октября вряд ли сильно загружен. И забронировать нужную дату, имея календарь американцев еще в ноябре, должно было быть не сильно сложно. Говоря обо мне, в моем календаре 2020 есть спонсорские обязательства принять участие в Дрифт-чемпионате Украины, один из этапов которого совпадает с датой этапа в Красноярске. Таким образом, Калыша не будет в Мячково, меня в Красноярске, а Лантейна в Сочи. Не быть постоянной судейской коллегией в сезоне 2020 РДС-Джипи. Продолжаем темой Гоча в Дрифт-Мастерс. Тут Чевчану придется выбирать бороться в РДС-Джипи за четвертое чемпионство или бодаться в Риге, чтобы добраться до верхней ступеньки пьедестала. Конечно, из близких к России этапов в календаре Дмэг остается еще польский Плотск, но там трасса очень специфическая, да и поляки ищут те отморозки в хорошем смысле этого слова. А ведь охота еще разок глянуть на Гочу в Дрифт-Мастерс, а? Еще есть один бурят японского происхождения Дайго Сайта, он же Сайтевич, у нас и Диего Санта в Штатах, который сейчас готовит тачки для РДС-Джипи и Формула Дрифт. Новая Supra A90 поедет в российскую серию, а заокеанский чемпионат увидит тоже Тойоту, но GT86. Хотелось бы верить, что он выберет финал РДС-Джипи в Краснодарском крае, а не Формула Дрифт в Калифорнии. А ведь Сайтевич-то первым был по квале в Сочи 2019 и заезды были жирнющие. И это только вопросы, которые лежат на поверхности. Будем надеяться на возможные изменения, чтобы все три чемпионата позволили нам растянуть Дрифт-кайф без накладок. Я знаю, откуда Аркаша зацепил идею летнего Дрифта зимой. Это все влияние Амана. Два зимних сезона автомобильная ассоциация Амана бомбит Дрифт-чемпионат международного уровня Аман Интернешнл Дрифт Чемпионшип. Имея хороших спонсоров, они предлагают очень сладкие условия для иностранных пилотов самого высокого уровня. Начнем с того, что в двух прошедших сезонах чемпионом становился Джеймс Дин на своей европейской тачке. За два года о чемпионате узнали и начали к нему готовиться заранее и другие пилоты за пределами Ближнего Востока. В этом году Аман Интернешнл Дрифт Чемпионшип будет состоять все так же из трех этапов, пройдет на одной и той же локации площадки автомобильная ассоциация Амана и примет у себя более 30 местных пилотов и 13 друзей из-за бугра на своих самых боевых корчах, среди которых Джеймс Дин, Себастьян Фонтейн, Дайго Сайто, Кристопс Блушс, Андриус Василяускас, Сергей Кремец, Екатерина Набоченко и 14-летний пацан, который давал погонять Форсбергу свою тачку пару лет назад Николас Никнак Бертонс. Что мне нравится в подходе организаторов этого чемпионата, так это понимание того, что поклонники Дрифта народ балованный, их нужно завоевывать, развлекать и ублажать, в отличие от коллег из ФАА. В прошлом году я был крайне удивлен, когда на меня сами вышли организаторы из Амана и предложили свою информационную помощь в организации прямого эфира этапов Аман Интернешнл Дрифт. В этом году мы пошли дальше. Я лечу в Аман, чтобы сделать там весь привычный набор видосов для вас, мои балованные поклонники Дрифта. Поговорим с Дином, не надоел ли ему Дрифт в Боком Ньюз спешл перед ивентом, заглянем в закулисье тренировок в прямых эфирах с дрона, поболеем в официальной русскоязычной прямой трансляции за набойчинга Кремца и Белушса, а потом пригласим в эфир Катюху и спросим с нее за все ее проступки на треке. А под конец будут вам короткие версии и аналитический Боком Ньюз. Я всего заявил 8 видео с этого ивента, готовы к потоку качественного Дрифт-контента. Но вы поняли, не переключаемся, подписываемся и активируем колокольчик. Сегодня у нас вышел такой себе Боком Ньюз, граничащий с Боком Плюс. Но вам же понравилось? Принимаю вознаграждение лайками, подписками и активацией колокольчика в комментарии. Мне накидайте дерзких вопросов для пилотов в Амане, а те, кто отправят ссылку на это видео своим друзьям, пацаны, вообще, ребята, я пошел паковать пол студии в чемодан для трансляции в Амане. Особая благодарность компании Acer Украина, которая помогает мне с железом для этих целей в этой поездке. Ну и не забываем, что новости Дрифта сами тебя не найдут, а я поехал искать их для вас. До следующих видосиков! Субтитры сделал DimaTorzok